Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Спасибо за предоставленную возможность выступить здесь с докладом, посвященному эпидемиологии плоскоклеточного рака полового члена. На самом деле, у меня есть кнопку переключать? Переключать. А, сейчас сюда. Посвященному эпидемиологии плоскоклеточного рака полового члена. На самом деле, тема для доклада довольно сложная. В том плане, что изначально, наверное, это подразумевалось как доклад с огромным количеством цифр, отношений, сравнений между странами. Я решил немножко отойти от этой парадигмы и начать сразу с выводов. Выводы, на самом деле, на сегодня общеизвестны. И для плоскоклеточного рака полового члена выделяют прогностические, эндемические, социоэкономические факторы риска развития плоскоклеточного рака. Например, они внесены в рекомендации Европейской ассоциации урологов. Собственно, и в другой литературе фактором риска развития плоскоклеточного рака полового члена посвящено два из четырех пунктов. Вот здесь процитирована работа, где к эндемическим факторам относится то, что в странах Северной Америки встречается реже плоскоклеточный рак полового члена, где кумулятивная доля заболевших от 0,4 до 0,6% от всех онкологических заболеваний. Но кратно чаще в странах Южной Америки, Африки и некоторых азиатских стран. Также отмечено, что благоприятным фактором является проведенная циркумцизия у мужчин. И около трети, по самым оптимистичным данным, около трети всех случаев плоскоклеточного рака полового члена ассоциированы с ВПЧ-инфекцией, что выделено в отдельную нозологию. В дальнейшем я буду приводить стандартизированные показатели для заболеваемости и для выживаемости в различных регионах. И здесь мы видим, что страны Средиземноморья, страны Северной Америки, действительно в них меньше стандартизованный показатель заболеваемости рака полового члена, рассчитанный на 100 тысяч населения. В то время как в Южной Америке, в южных странах Африки и некоторых азиатских странах действительно заболеваемость кратно выше. Причем эта разница может достигать 16 раз, так, например, для Америки и ЮАР. Стандартизованный показатель смертности коррелирует с заболеваемостью, что, в общем-то, логично. Российская Федерация при этом по этому показателю заболеваемости, он 0,65 пациента на 100 тысяч населения, здесь отражено, какое-то место занимает в общей структуре онкологических заболеваний в Европейском регионе и Российской Федерации. При этом наблюдаются некоторые девиации в некоторых европейских странах. То же самое и с смертностью от рака полового члена в Российской Федерации, так и в Европейском регионе. На самом деле также рассчитаны на 100 тысяч населения, и для России этот показатель равен 0,31. Эти показатели можно соотносить между собой. Таким образом получается, что заболевание может оказаться летальным в около 40% случаев. И на самом деле прогностические факторы, как я уже говорил, что пытаются найти эндемические, в зависимости от региона, оридные зоны. Это социоэкономические, есть данные по поводу того, что неженатые мужчины чаще подвержены. Иногда религиозные, ну вот если это циркумцизия. И также попытались найти зависимость, в зависимости от степени развитости стран, риск развития рака полового члена. Здесь, на данном слайде, данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения, где разделены все страны на группы высокого, низкого, среднего потенциала развития человеческого потенциала. Это интегральный показатель, который отражает уровень и медицины, образования, уровня жизни в данном государстве. Но при этом, что интересно, Китай, который вкупе с Индией на самом деле составляет 55% в выборке, выделена в отдельные группы. А если их объединить, Китай будет относиться к среднеэкономической зоне, то на самом деле графики будут весьма сопоставимы. Ведь заболеваемость и смертность от рака полового члена в Китае очень низкая. И мы построили диаграмму рассеяния, в которой можно наблюдать зависимость заболеваемости плоскоклеточным раком полового члена и выживаемости пациентов. При этом на самом деле вырисовывается абсолютно прямая зависимость. Чем выше заболеваемость, тем выше и смертность. Причем зависимость абсолютно линейная. И некоторая девиация, например, с высокой заболеваемостью и около нулевой смертности, вы, например, можете видеть на оси ординат. Так это вот две страны. Это Санкт-Лючия и Люксембург. Выглядит интересно, но это на 100 тысяч населения рассчитано. А в абсолютных числах это 2,6 пациентов соответственно. А в общей конве европейские страны с некоторыми девиациями на самом деле находятся в тесной группе. А африканские страны выстраиваются также в линейную зависимость от... зависимость смертности от заболеваемости. Хотя она может быть и выше. При этом в подтверждение того, что наши данные сходятся с эпидемическими исследованиями и европейских коллег по годам, что в Российской Федерации здесь представлены в промежутке с 1994 по 1997 год относительно или скорректированная выживаемость сопоставима в этих периодах и коррелировала только со стадией заболевания. Насколько об этом можно было судить на данных размерах выборок. И к следующим выводам, к которым хочется прийти, что на самом деле плоскоклеточный рак полового члена – это очень редкое заболевание, занимающее менее 2% в структуре злокачественных заболеваний. Среди населения риск развития данного заболевания, даже среди мужского населения, составляет 0,001 доли процента. И даже если в одной стране риск выше в 16 раз, это все равно 0,001 доли процента. И какой-то прогностической ценности эпидемических исследований для нозологии столь низкой распространенностью, на мой взгляд, довольно спорно. Поэтому иметь в виду стоит. Но, в общем, то, что хотел рассказать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...